Это прототип зарядной станции для электромобиля, разработан на деньги областного гранта специалистами НГТУ. К дизайну пока можно не придираться, он изменится. А вот по поводу актуальности специалисты университета даже не сомневаются. На сегодняшний день в Китае насчитывается более 650 тысяч зарядных станций для электромобилей, в США порядка 65 тысяч и в Европе около 40 тысяч таких станций. В России не наберется и одной тысячи, говорят эксперты. А ведь спрос на них неуклонно растет во всем мире. Сегодня в мире выпускается ежегодно более 6 миллионов электромобилей, только задумайтесь. Около 2 миллионов Китай, 2 миллиона Тесла и примерно европейские бренды сегодня, европейские концерны тоже около 2 миллионов электромобилей выпускают. Раз идет такое бурное развитие электромобиля, нужна инфраструктура для эксплуатации нормальной и для функционирования. Чтобы не придумывать, откуда брать дополнительный объем электроэнергии для таких заправочных станций, разработчики решили воспользоваться резервом городского электротранспорта. Во всех крупных городах имеется огромный резерв мощности, который сегодня практически электрическим транспортом не используется. Приведу пример. До в Советском Союзе в Новосибирске было 440 трамвайных вагонов, сейчас осталось чуть более 100. Значит, а тяговые подстанции никуда не делись, их 35 в городе. Именно к этим тяговым подстанциям и хотят подключить свои автомобильные зарядки новосибирские разработчики. И именно поэтому их станции могут питаться как переменным трехфазным током, так и постоянным напряжением 600 вольт, который подается на контактные линии трамваев и троллейбусов. Завершена разработка, изготовлен опытный образец двухсистемной модульной зарядной станции мощностью 25 и, если необходимо, то более киловатт. Проходит у нас лабораторное испытание, а дальше мы планируем изготовить промышленный образец ориентировочно к лету, к осени 21 года. Ну а в НГТУ планируют и дальше сотрудничать с Новосибирским заводом электроагрегат, в том числе и по данному проекту. Ведь сюда необходимо интегрировать еще и биллинговую систему, то есть автоматизированную систему расчетов. Сегодня в университетах существуют научные заделы, которые и могут и должны быть превращены в технологии, выводимые на рынок. Но никогда университет без взаимодействия с индустриальным партнером эту технологию не доведет до промышленного образца и не выведет на рынок. Появятся ли такие электрозарядные станции в Новосибирске в ближайшее время? Производители уверены, что да. Тем более, что тестирование опытного образца показал хорошие результаты. Электромобиль Nissan Leaf в режиме быстрого заряда удалось зарядить за 30 минут до 80%. По скорости сравнимо со смартфоном. Да и по цене такая заправка авто обходится недорого.